Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Андетт, и сегодня мы продолжаем играть в игру под названием Лэйк. Мы уже месяц её не проходили, там были какие-то комментарии, поэтому я решил её вернуть. Вот, если что, напишу ещё причины в... ну, в смысле... в... в описании напишу. Ну, короче, я перестал проходить, потому что она как бы 21-го года, а я прохожу только ретро-игры, но потом я понял, что она про 80-какой-то там год, точнее, вспомнил, что про 80-какой-то год. Но назад будущее там тоже до 10-го, но про 1930-й год, в общем, решил её пройти до конца. Ну, в принципе, говорят, что тут 2 недели, всего 14 дней, это где-то примерно 10 часов уйдёт на прохождение данной игры, хотя уже там... сколько часов прошло уже? С того момента, как мы начали проходить игру. Короче, проходим, пока не допройдём. Да-да. Грузит что-то долго, но у FPS больше будет, чем у BIMG Drive. Хе-хе-хе, блин. Ну, я просто знаю, о чём я говорю. Так, ждём. Да, что-то действительно долго загружается. Всё, загрузилось, отлично. Суббота, 6 сентября, утро. Так, сейчас, подожди, я посмотрю. Кое-что нужно. Итак, всё, я просто посмотрел, мне нужно было куда-то отойти. То есть, я поэтому нажал на запись. Остановить. Всё. Так, ну давайте сядимся, наконец, в ургон. Давненько на нём не катались. Доброе утро, проведая солнцу. Что, начнём выходные с гадостей? А может, с радостей? У Тины Бэнкс есть ответ. Доставка о гадостях и радостях. Мне уже много леет, не даёт покоя. Одна мысль. У нас прекрасное озеро и бульвар. Так почему же у нас нет смотровых биноклей? Кстати, да. Отличная мысль, Тина. А теперь давайте посмотрим на сегодняшнюю погоду. Прекрасное голубое небо. Несколько облачков и не в счёт. А теперь музыка. Ну-ка. Всё, я выключил её. Короче, очень много писем я вижу на... нашей карте. Давайте посмотрим. Сейчас. Грэвсэтерит. Что у нас дальше всего находит? Туда и пойдём. Домик. Ага, всё, вот этот последний будет нашим. Ну, говоря, кстати, про бинокли. Это очень хорошая идея. Вот я посмотри... Ну, я считаю вот про бинокли. Потому что действительно озеро прикольное. хорошее и так далее, тому подобное. В общем, хорошая идея. Действительно хорошая идея. Это не одна... Ох, нифига себе человек идёт! Я никогда... Или я забыл... Ох, машина! Нифига! Я уже забыл, что тут, блин, не пустой город, как Бимон Жидрайп или Брик Рикс. Блин! Вот это да! Вот это сейчас, конечно, пипец. Так, хорошо. А, какая-то западная... Нет, подожди. 104-я западная 2 стрит. Отлично. Да, мило тут, мило. Привет, сосед. Отлично, давайте посмотрим, есть ли 102 западная 3 стрит. Есть 102 западная 3 стрит. Взять. Легче, чем я думала. Что это такое? Так, ладно, идём быстрее. Ну, блин, она идёт, и... Если без шерта идёт, она ещё медленнее, блин. Позвони... Пап, нифига себе ты позвонила. А, ладно, оставлю на пороге. Фух, не придётся говорить. Надеюсь, её никто не украдёт. Вообще, в данных ситуациях обычно... Короче, кладут под коврик. Ну, либо закрывают каким-то образом, потом пишут записку там... Ваша посылка под ковром, или за обоями там какими-нибудь. Не знаю, в общем, это всё сложно, и я не могу говорить об этом, потому что я не почтальон. Хотя... Что мне мешает им стать? Блин, я тут посмотрел, у меня... Ой, назад. Хотел задать несколько вопросов вам, ну, кто смотрит. У вас, у меня вот, короче, СОГ будет, и я не знаю, у меня по-русскому там пробник был сейчас. Один балл, блядь, из тестовой части, из восьми... То есть, один из восьми баллов по тестовой части, и 8 из 27 по сочинению. Ну, там ещё изложение будет, так что это дополнительные баллы. Хотя я не знаю, насколько хорошо я сдам баллы, потому что, ну, блин... Не уверен, что сдам. А я сейчас снимаю игры, да, да, самое лучшее. Так, а это что? Оставь письмо в кемпинг. Кемпинг один, отлично. И там ещё разговор будет, ага. Так, ну, блин, надеюсь, что сдам всё-таки. Я буду сейчас готовиться как раз, поэтому весной будет мало видеороликов выходить. Да, так, куда поехать? Поедем направо, там побольше будет. Вот здесь бы, да, смотровые бинокли поставил бы я. И с другой стороны тоже. И вообще по четырёх сторонам, там, с северю, да, вот восток поставил бы. Таким образом. Вот наш дом. И посылки рядом с ним, и письмо даже. Ага. Так. Направо сейчас. Да, такая офигенная физика, блин. Я так давно не смотрел на эту физику убогую, которая, блин, такая приятная, если честно, после BIMNG Drive особенно, потому что там вообще физика автомобиля реалистичная самая. Так, ну всё. У нас, кажется, гитара, что ли, или чё, я не знаю, Vision Street. Тяжелее, чем я думала. Одна легче, дура, тяжелее. Ты решись уже. Ой, смысл, не решись, а ты долбал. А, я вспомнил, нужно аж сюда. Надеюсь, её никто не украдёт. Надеюсь, никто не выждет, блин. Не выходи, не выходи. Похоже, никого нет дома. Ну всё. Замечательно. Со всеми важными персонажами... Простите. Со всеми важными персонажами, видимо, мы познакомились. А я не знаю, кстати, почтальонок, которые встают, блин, в 6 утра и до позднего вечера катаются, разводя газеты. Хотя она вроде не до позднего вечера, хотя... Ну не знаю. Хотя, я думаю, что всё-таки... Блин, я бы сыграл в такую игру. Хотел сказать, не сыграл в такую игру, а я бы поработал на такой работе, потому что это, в принципе, лайтовенько. Лайтовенько. Кстати, жизнь не черно-белая, так скажу. И, знаете, найти работу в наши дни, которая не требует обознавания, очень даже легко. Ну, на вид, тем более, что вот некоторые эмигранты из... Как сказать? Ну, короче, разные эмигранты, я думаю, находят работу... Ну, потому что, например, дешёвая рабочая сила и так далее. Но, всё-таки... Кстати, вот тут заправка, я не знаю, мы можем подчиниться или чё? Я не... Хочу подчиниться. Чё, это у меня машина? Спасибо, ага. Конечно, подчиниться он захотел. Ну, в общем, говорю про то, что... Много работы есть, которые не требуют обознавания, так что всё равно. Привет, Лори, посмотрела ли Volkswagen Juke? Здрасте, мисс Вэ, да, вот он так себе фильмец. Надо было смотреть Кошмар на улице Вязово. Представься уже, что тебе... Ладно, как жаль. Я надеялся, тебе понравился. Ну да, вот, в следующий раз повезёт. Ну ничего, у Энджи в прокате ещё полно фильмов. Хорошего дня, Лори. Вот именно, и вам, миссис Вэ. Да, видимо, у нас сегодня... Ооо, ё-моё, мы теперь... Почтальон, хитмен. Который развозит свой посылочный труп. Блин, посылочный. Так, подожди, по-моему я... Эм, блин. Ох, пипец. А, ну да, вот как раз город поедет, потом кемпинг, и потом вот этот дом. Отлично, замечательно. Поехали. Ой, я случайно. А ну-ка дай мне мою машину. Ну, блин, хотя... Нет, я раньше знаю вот про образование. Раньше вообще чиновники, чиновниками становились без образования. Ну как без образования? Какое-то образование есть, но по сравнению с нашим это было наихудшее вроде образование. Ну я могу... Хотя я вкидываю сейчас слова и пытаюсь оправдать то, что я не хочу учиться. Да. Но по литературе у меня практически каждый урок пятёрка. Один раз только вот за этот триместр у меня, например, была тройка и четвёрка. И второй раз ещё вот недавно тройка и четвёрка была. Всё. Остальные все пятёрки у меня практически круглая пятёрка. Это охренительно. Ну потому что литература мне легко даётся. Но, блин, вы знаете, что нужно по УГ делать по литературе? Это ж пипец. Хотя на самом деле это видео записываю, а не стримлю. Но если бы я стримил, наверное, меня поддержали бы. Ладно, я надеюсь, те, кто смотрел до этого момента, уже написали своё мнение по поводу литературы. А точнее сказать... Я сейчас расскажу, что такое ОГ по литературе. ОГ по литературе это сущий пипец. Потому что... Короче, там нужно пять сочинений писать. Первые там задания... Да, пять заданий. Первое задание 5.3 предложение. Второе 5.3... Вот, если наоборот. Первое задание 3.5 предложение. Второе задание 3.5 предложение. Третье задание 3.5 предложение. Четвёртое задание 4.5 предложение... Четыре... В смысле... Пять-восемь предложений. И... Шесть... Пятое задание... Уже двести слов надо написать. Но это не важно. Кстати, хотел насчёт... Одной фигни сказать. Сейчас скажу. Про лабиринт. Лабиринт, если кто не знал, это действительно такой фильм есть. Сейчас найду его. Хотя, может, я его прошло. Рэп о вумен. Это типа чудо-женщина, что ли. Не знаю. Как-то я не замечаю какие-то новые фильмы до сих пор. Короче... Вот этот лабиринт написано. Типа The Maze. Это отсылка на фильм Лабиринт. Да, я же говорил, что лабиринт действительно такой есть. Spaceworks, кстати, увидел. Но очень-очень много фильмов, которые я даже не видел. Тут очень действительно много фильмов. Так. Привет, Анжи. А, это ты. Привет. В общем, я везла и забрала фильм. Да, да. А, слушай, если ты занята, может, я попозже зайду? Кажется, ей понравилось. Я думаю, твой план может работать. Все хорошо, как-то какая-то сама не себя. Ну, давайте это. Все хорошо. Ты какая-то сама не своя. Откуда тебе знать, какая я, Меридит? У меня не самая простая работа. Ладно, не буду. Эй, я только... Эй, полегче. Я только что оказала тебе услугу. Забыла? Честно говоря, сейчас не самое удачное время. На прилавках еще два фильма. Буду благодарна, если ты их возьмешь. Ммм, Челюсти и Грязная Дюжина? Та, Челюсти и Грязная Восьмерка. А, точнее, Омерзительная Восьмерка фильм называется. Пародия на вот это... Ну, точнее, моя вот двина... Омерзительная дюжина... Там, Грязная дюжина от Омерзительной Восьмерка. Да уж, вместе их лучше никому не давать. Это не я займусь. Не забывайте свою красивую головку. Я придумал, я не хочу развить фильмы. Да уж, вместе их лучше никому не давать. Ага, супер, спасибо. Да ладно, че, пока. Это все-таки интересно, и к тому же развивает некоторые способности мои к воздению. Вот этот вот фильм мне прям вообще запал в душу. Back to the present. Это офигительно. Это прям стопроцентная прородия практически. Только это женщина оказывается. То есть, смотрите. Как мне объяснить? Я только заметил, что это не Марти Макфлай, а это какой-то, короче, другой чувак. То есть, у них прически разные. Это женщина оказывалась. Ну ладно, фиг с ним. Главное, что Делориан остался Делорианом здесь, и все. Я, кстати, недавно очень сильно поностальгировал насчет как раз-таки, извините, вот этого настоящего будущего. Так, куда нам ехать надо? Отвести в видеопроектировать? А, это этому рыбаку, что ли? Ну ладно, поехали. А только подожди, подожди. Ну, короче, мы едем прямо, потом налево, и все. И дальше прямо. Отлично, замечательно. Подожди, я что, пропустил какую-то... Охренеть, я пропустил, смотрите-ка. Одну посылку, точнее, одно письмо надо было отправить еще. Ну, давайте поедем тогда, ладно уж. Можем тогда поехать таким образом. Сначала отвезем газету. Точнее сказать, не газету, а письмо. Потом заехать отдать видеопроигрыватель. Потом отвезти в кемпинг одно письмо. И потом завезти в фермерский домик. Все отлично. Точнее, домик просто. Я не знаю, что это за домик, я уже не помню. Уже месяц прошел, я уже все забыл здесь. Хотя, расположение города и то, что тут самый офигенный магазин видеопроката, которому очень полно отсылок. Да и то, что в этой игре вообще полно отсылок, очень меня радует, если честно. Потому что это очень хороший такой, как сказать, пример, точнее сказать. Как сказать это, блин? Сказать, сказать, сказать. В общем, это хороший способ показать игрокам, что тут прям люди знащие были. Типа того, что, короче, они знали, какие фильмы у меня отсылки делают. То есть, что год 1986, когда как раз таки и вышел. Ну, действительно, через год после выхода назад в будущее. То есть, они знали, что они делают. И это невероятно круто. Потому что сейчас игры стали одними из худших показателей вообще. Точнее, вот, например, и EA Sport или EA Games. В общем, они самые хреновые. Вот эти показатели. Ну, в общем, вы понимаете. Тут делали прям ребята нормальные. Они знали свое дело и так далее. Я это очень уважаю. Так как в наше время игры стали помойкой донатной. Медвежий ручей. Здорово. Привет, Роберт. Я принесла тебе почту. Спасибо, Меридит. Прости, что я внезапно вчера сорвался. Внезапно не то слово. Что это было? Ничего. Крыша сама себя не починит. Внезапно это не то слово. Просто мне нужно было помыть Анаму. Наверное, слишком привык жить Анаму. Я... Я понимаю. Спасибо. Ты, главное, не заморачивайся. Я просто чудак. Я вижу. В чудаковой стене нет ничего плохого. Да. В чудаковой стене нет ничего плохого. Просто хотела, чтобы ты знала. Ладно, посмотри, что это за письмо. Привет, бумагу. Напоминаю, это приеме у стоматолога. Так, а я-то зачем тебе это рассказываю? Никаких новостей по поводу стройки? На этот вопрос может ответить психолог. Никаких новостей по поводу стройки? Никаких. Аллилуйя. Хорошо, смогу спокойно обмозговать свой секретный план. Секретный план? Секретный план? Да, секретный план, но очень секретный. Ладно, я никому не скажу ни слова. Я никому ни слова не скажу. Ладно тебе. Да, но может позже. Я пока не до конца и все обдумал. Ну, удачи. Спасибо. Спасибо! Так. Я что-то... Бак произошел с этой... Едолбанной чемодан-коробкой. Короче, с этим видеометафоном произошла какая-то хрень, и он в катсцене заметился. Точнее сказать, я, видимо, понимаю. Тут, скорее всего, делали как в Half-Life первым. То есть катсцены не было. Точнее, катсцена была на игровом движке, и поэтому рука была в видеопроигрывателя. По идее, это должно было объяснить все, но с другой стороны, тут вроде как не было катсцены... Точнее, была катсцена только не на игровом движке. Хотя хрен его знает. В общем, просто забаговалось, и я решил это обмозговать, как я знаю. А на самом деле, я знаю довольно-таки мало в этом фигне. И, блин... Ну, кстати, вот еще что хотелось мне сказать по поводу этой игры. Это очень-очень такая светлая, яркая, красочная, сочная и вообще офигительная игра. Возможно, после того, как мы ее пройдем, я сделал на нее небольшой обзор и посоветую вам по ней... Нет, я действительно советую вам в нее поиграть, так как это действительно хорошая игра. Она с хорошим сюжетом. Хоть и немножко глуповатым, но все-таки это приличный сюжет, как в фильмах 80-х. Да игра сама это один большой фильм, как будто сделанный в 80-х годах. Про обычную жизнь, это стекло. И я не знаю, раньше вот я говорил так. Мне не нравится стекло, потому что это обычная жизнь. Я бы хотел, чтобы все фильмы были походили на витраж. А витраж это типа церковная какая-то хрень, в общем, это с всякими разными религиозными сюжетами. То есть интересная, загадочная, мистическая и так далее. Придумайте синонимы сами. Но, точнее не синонимы, а эпитеты сами. Но, блин, я действительно не могу забыть такое первое мое впечатление о фильмах 80-х. Это офигительная пора, я считаю, самая офигительная порой. То есть было два. Да, е-мое. А хотя мы ему сейчас отдадим и хрен с ним. Пусть сам мучится с этой долбанной херней. Короче говоря, вот когда я первый раз посмотрел фильмы из Старого Рима 20-го века, я заметил одну тенденцию. Очень много фильмов выходило в 80-х. Именно популярных, хороших. И очень много выходило фильмов из 94-го года конкретно. Мы сейчас скинем им. Мистер Макки, я перевезла вам проигрывать здесь фильмами из проката. Оставьте на крыльце, ладно. Мне нужно знать, какой фильм оставить. Скажите вам, больше нравятся фильмы про войну или про акул? Чего? Фильмы? Выберите любое, мне все равно. Значит, челюсти. Хорошо, тогда пусть будут челюсти. Хорошего дня. Отлично. Замечательный почтальон. Так, ну, видимо, проигрывать она, кстати, оставила. Смотрите-ка. А, ну, кстати, что еще могу сказать. Это очень проработанная игра. То есть, тут прямо очень много всяких разных мелочей, которые ты можешь даже не замечать. Я могу не замечать в некоторых мелочей. Вот, при первом просмотре. Кстати, про 80-е. Еще подтверждение могу сказать, что вот такие фургоны, которых ездит наша Мередит, совсем не были популярны в наше время. То есть, они уже на спрос пошли. То есть, а эти фургоны больше не выпускаются. И они уже состарились, немодные, немощные. Такие вот. А вот, как раз-таки, в 80-х такие фургоны были, блин, практически везде. Точнее, на них ездили DHL. Ну, DHL, которая является одной из компаний по перевозке. Ну, короче, как Почта России, только DHL. А еще и Фидекс, которая тоже занимается перевозкой товаров. Но, кстати, если вы играли, точнее, смотрели фильм Изгой, то вы понимаете, о чем я. И DHL работали. Точнее, наоборот, они ее против нее работали. Они были конкурентами. И еще. Если вы смотрели фильм Робокоп, который 1987 года, то вот там был похожий фургон. На который вот Эмилиан Доносский врезается в токсичные отходы. И я не знаю, смотрели ли вы, но если что, посмотрите. Там, в принципе, это не главный герой, так что насрать. Ну, в общем, если что, вот такие фургоны действительно популярны были в 80-е. А уже в 90-е прошло это все, и перестали они быть популярными. Осталось всего две посылки, кстати. Одна это письмо, и вторая это тоже письмо, но только с разговором. Сейчас мы едем с разговором. Ой, какие, смотрите, люди приехали прямо-таки к нам на свой трейлер. Кстати, я бы такой трейлер себе взял. Вот трейлер может жить. Хотя некоторые в гараже могут жить. Да. Темпинг. Сесть на бревно, серьезно? Здравствуйте. Привет, как жизнь? У меня для вас письмо. Для Микки и Джун или для обоих? А, Микки или Джун или для обоих? Для обоих, вот. О, брат Дамьен, спаситель в темный час. Не обращайте внимания, он слегка на возводе. У нас кончается бумага. Хе-хе, рады знакомству. Как вас зовут? Я Меридит, приятно познакомиться. Ю-ху! Приятная бумага? Какая бумага? Ну, деньги, ну, сигаретная бумага. А, это бумага. А, это бумага. Ну, и чем бы дитя не тешилось? Ну, чем бы дитя не тешилось? А, миссис, сестра, спасибо за письмо. Пожалуйста. Так, вы, ребята, в отпуске? Так, вы, ребята, в отпуске? Типа того. Хотя, для того, чтобы уехать в отпуск, наверное, нужно сперва найти работу Джон, подойди сюда, пожалуйста Сейчас О, моя очередь Была рада, была познакомиться, душка Мэрдит Какие-то странные Может, не будешь перескать постороннюю историю о своей жизни? Ага То есть, мы сейчас только что познакомились с семьей, которая не имеет туалета и серед где-то там Я что-то не понял Или они косички курят, как в 60-е Ну нет, ну в 80-е, конечно, были наркотики, но Хотя Да, блин, я не знаю, если честно, мне как-то не всё равно на эту семью Почему мне не всё равно на всякие разные вещи, хотя Я сейчас забываю о том, что мы вообще работник, блин, не почтовой службы, а Компьютерного какого-то центра, что ли, какая-то программа Это Левицы Ну ладно, шучу Ну, кто смотрел на это будущее, которое вышло в 85-м году, тот знает, о чём я говорю Левицы, вы не дадите им долгу умереть Угу Я 100% вероятностью говорю, что это видео никто не посмотрит В домике Или домик Короче, это та заброшка, что ли? Не знаю Так, мотель Вот, кстати, вот тут вот как раз календарь на 86-й год составленный Или 88-й год Что тоже может быть правдой В общем, там просто закруглённая была цифра Или 83-й год, хотя это уже не правда, точнее не подтверждено Так как у нас Три Короче, там, посмотрите, есть специальная хрень Которая различает где года, как и так далее Сами разберитесь, в конце концов Вы же можете Вы же не у меня У меня умнички, да? У меня умные, конечно Моя алтитра самая умная в мире Ладно Ну как бы Кто так считает, тот молодец Кто так не считает, но всё равно Ага. И письмецо. Прекрасный дом, я считаю. Где только дом? А, вот он. На сегодня все. Вернитесь в почтово отделение. Да, коротенькая сегодня серия была. Хотя можно поговорить или поехать другим путем. Ну-ка, сколько у нас есть? Где я нахожусь сейчас? Хммм. А есть у меня, короче, идея. Давайте посмотрим, что вот здесь находится. Куда поехали машины. Или тогда нельзя. Ну, посмотри, короче. Ну, или если что, мы угоним фургон. Блин, а! Что? Опять, что ли, Бимен Джи Драйв начался? Который, блин, не пропускает. Точнее, не пропускает деревья сквозь машины. Угу. Ну, ладно, фиг с ним. Ох. Так, посмотрим. Да, блин, а что такое? Может, Road 96 перестать? Нет, Road 96 душная уже началась. Ну, хрень какая-то, короче. Не знаю, посмотрим, если что скачаю. Если что не скачаю. Хрен с ним, я говорю. Потому что, действительно, ну, как бы не интересно уже играть в ту игру. Вот сейчас лейк и так далее. И, блин, назад в будущее, чёрт подери. Хотя, Road 96 есть как раз таки 96 года назван. Ни фиг его знает. Ладно. Поехали направо сейчас. Ну, кстати, давайте тогда раз, я не знаю, перед тем, как уйти, точнее, уехать, мы посмотрим на календарь, о котором я говорил. Ой, блин, ой, я щас хрустну так спиной. Вот, смотрите. Тут написано, сентябрь 1980 какого-то года. Либо 6-го, либо 8-го, действительно, либо 3-го. Но, ладно. Давайте поговорим с медицинской модели просто. Звук и компьютерной игры. Пуф. Отличный диалог. Самый лучший диалог вообще. Да, блин. Providence Oaks. Кстати, мы же, да, ещё фотографии есть. Отлично. Сделали фотографию. Вот такие камеры вы точно не видели вообще в наше время. Потому что, блин. Эти камеры тоже устарели, и они тоже в 80-х устарели. Так что это 86-й. Я однозначно говорю, что 86-й. Потому что ещё очень много отсылок на фильмы, которые вышли после 85-го. И после вообще в 1980-го. Так что всё. Поехали просто посмотрим. Кстати, дорога широкая. Я пока не хочу гидать Providence Oaks. И чё? А, нас переместило просто. Охренеть можно. Это просто пипец. Кстати, уже вечерей отвезти. Уже солнце поменял своё местоположение. А, подожди. Куда же я еду? Или чёрт с ним? А, ладно. Поеду, как поехал. Я что-то хотел сначала в другую сторону поехать. Но потом хрен с ним уже. И так уже ничего здесь неизученного практически не осталось. Осталось только чуточку побольше узнать это место. Привыкнуть к нему. Я как Печорин. По-серьёзски я очень похож на Печорина, я считаю. Не тем, что я там главный герой. А тем, что, блин, я уже быстро привыкаю ко всякой разной херовине. Ну, смотрите. Еду я, значит, по дороге. И уже столько раз ездил, что уже просто отчертело по ней ехать. Я хочу найти новую дорогу. А я уже не могу найти, потому что я знаю, что здесь за дорогой. Как её объезжать. И что, какие есть помехи. Я не знаю. Действительно не знаю. Это как действительно Печорина. Какая-то такая была тема. Хотя, если посмотреть вокруг, то тут очень много всяких деталей, которые ты не замечаешь. Например, то, что деревья висят в воздухе. И то, что это деревья на холме должны были стоять. Ну, ладно. И то, что тут очень красивый закат, я заметил. К мой я не хочу заходить. Помню, как в GTA 4 была такая тема. Ты должен был ехать, типа, выбирать, какую ты хочешь, типа, миссию. Точнее сказать, нужно было позвонить. Узнать там. Роман, новых заданий нет? Нет, Никобелек. У нас нет новых заданий. Лучше приходить такси и помочь мне. Типа того. Ох, нифига себе. Я только заметил, что скала такая большая и что она нависает над этим долбанным местом. Да, действительно. А еще я говорю, долбанный, 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 хреновый, хреновый, хреновый. Может быть, я еще, блин, материться буду. Я не знаю. Блин, блин, блин. Еще говорю часто. Так. Кстати, насчет Тролл Фейса. Можно снять видеоролик про Тролл Фейс Квест. Интересно, что будет. Ну, хороший день, наверное, будет. Хотя, может, и нет. Не знаю. Какой-то душный денек. Отсылки мы... Хотя, мы разобрали парочку отсылок. Я еще плюс парочку новых замечаний дал на поводу отсылок. Отлично. Замечательно. Кстати, я бы вот из этих всех домов, которые попались, я бы вот этот маленький выбрал. Синий, либо на окраине, который находится. Типа того. Потому что это интересно и вообще это действительно прикольно. А это, кстати, не Хилл Вэли. Хилл Вэли побольше был. Ну, ладно. Это чуть меньше, чем Хилл Вэли. Блин. Ну, ничего страшного. У меня же нет никаких помех. Все, завершение работы. Отлично. Ну, мы вместе в Вайст. Вечер субботом. Гудок. Привет, Эм. Это я, Кей. А, надо же буквально за секунду номер твоих родителей набрала суперсила. Ага. Наверное, мышечная память или что раздевал в этом духе. Или знаешь, как иногда бывает, когда чуешь какой-то запах. И тоже секунду вспоминаешь вещи, о которых сто раз успел забыть, да? Это хорошая тема, кстати. У меня такое было однажды, когда Барри мне купил сирень. И я тоже вспомнил, как упала с дерева, когда мне было лет шесть. И у меня весь дрон был в земле с привкусом сирени. Помнишь тот случай? Что если со старыми номерами такая же история? Думаешь, надо бы звонить Эм. И мозг там диски направляет пальцы. Оу, ну ладно, я не по этому звоню. Я собиралась в воскресенье прогуляться вокруг озера. Проведлить голову. И тут Марин предложила позвать тебя. Ну, только ты не подумаешь, я спрашиваю. Я только из-за Марин. Я просто подумал, что с тобой было бы весело провести старые места наши, пристить и так далее. Если кто будет, что в воскресенье у вас смотровая вышка, часом в 11.40 утра. Я там буду какое-то время, так что мы можем увидеться. В воскресенье утром смотровая вышка. Кто не вернет, тот ду... Решить встретиться с Кей. Решить, что у вас слишком много дел. Встретиться. Чё б нет, как бы. Графиня и плотник. Глава вторая. А чё, всё? За словом, старик к Набешу вызвал усилии, глупая, что-то там, на его манере промочековать, жало, ночевое, отбивал усилии, апертит. Я хотел сбежать по шульзинам пить и танцевать вместе с ними. Каждый вечер звуки их веселья долетали до неё через открытое окно в спальне. Это были звуки настоящей жизни. Да, кстати, про вот эту тему с атлетическим набором номера, когда ты чувствуешь какой-то запах. Воскресенье, седьмое сентября, утро. Уже седьмое сентября, блин. О-па-па. Эдит 87. Да, 87 ещё. Я вообще забыл, какая безместительность тут в жизнь. Такой простор. Люди просто проходят и заводят разговоры, словно у них нет других дел. Наверное, так и есть. Я успел доставить кучу посылок и писем, фильмы и даже живое существо. Ага. Что меня ждёт на следующей неделе? Но сперва мне предстоит встретиться со старой подругой. Думай, будет интересно. Думай. Ну, это, видимо, у неё собственный дневник. Уже через пару недель всё закончится. Оу. Привет, Эм. Я тут наверху. Окей. Привет. Я поднимаюсь? Поднимайся. Осторожнее. Неосборчиво. На третье, наверное, неосборчиво. Должно быть нормально. Осторожнее с чем-то на третье. Ага. Что мне... Как тут сказать, это безопасно, чтобы я провалилась. Если вру. Чего, блин? Ты никогда не была скаутом? Ладно, хрен с ним. Ну, привет. Рад тебя видеть. Ну, привет. Рада тебя видеть. Ага, ты справилась. Здорово тут, правда? О, да. Этот вид... Каждый раз поражаюсь. Столько воспоминаний, да? Тут немного, так и немало не запомнилось. Столько воспоминаний, да? Ты про какие-то конкретные воспоминания? После школы мы болтали тут обо всем. Я приходил сюда что-то на вечер. Ничего конкретно. Мы приносили сюда пирожки из школьной столовой и сидели тут и болтали. А где школа-то, кстати, мне интересно. Да. Точно. А помнишь, как себя стащила у дяди Стэна пару бутылок пива? И оно оказалось такое мерзкое, и ты заболевала все перила. Кажется, это было как раз там, где ты сейчас стоишь. Спасибо. О, боже, это так и есть. Фу, обязательно было напоминать. А вот нет. Фу, обязательно нужно было это напоминать. Я не собиралась поражаться на воспоминания юности настолько. Я рада, что вернулась ты. Мне не хватало твоего присутствия. Я чувствую то же самое. Я чувствую то же самое. Эх. Так, жизнь вообще, ну с тех пор, как ты уехала, что хорошего, что плохого? Ну, я поступила в университет, нашла работу. Все, все, довольно неплохо. Пахало, как проклятый все это время. Может, пора попробовать что-то другое? Может, пора попробовать что-то другое? Я так выберу, потому что мне интересно, что будет. Думаешь? И проявляется ОК для тебя достаточно другое? Ну, может, да, а может, и нет. Ну, звучит многообещающе. Дело в чем-то или в ком-то конкретном? Это мне еще предстоит выяснить. Приятно пообщаться, как взрослые люди. Это мое дело. Это мне еще предстоит выяснить. У-у-у, знаю этот безумный взгляд. Старая добрая Эм стрижет свои секреты. Ладно, ладно. Приставать не буду. А у тебя что нового? Пошла в колледж? А ты сама как-то. Дела только честно. Ну, а у тебя что нового? Пошла в колледж? Да, об этом... Я ведь собиралась в художественное училище. Но оказалось, что я недостаточно хороша. По крайней мере, мне так сказали. Так что я решила остаться и жить дальше. Писать музыку, выступать, все такое. Взяла подработку в закузочной. Мы с Барри начали общаться. Поженились. Поздравляю. Потом родился Макс. Еще не встречала его. Ему скоро 13. Время летит. Согласен. В общем, появление Макса жизнь сильно изменилась, но я продолжала сочинять. Пару раз даже выступила в Проилтленде. Совмечать было сложно, но я справлялась. А потом... Звучит замечательно. Да, и тут дядя Стэн заболел. Никто такого не ожидал. Это была катастрофа. Я как раз собиралась строить музыкальную карьеру, но не могла их бросить. И осталась я. Потом я помогала ухаживать за дядей и подменяла его в закусочной. Похоже, ты приняла все удар на себя. А где был в этом время Барри? Боюсь представить, каково тебе было. Боюсь страшно представить, каково тебе было, сделать такой выбор. На самом деле, я считаю, что мне повезло. Это дало время для все взвесить. Похоже, ты приняла удар на себя. А где был в это время Барри? Барри мой герой. Мы поделили домашние обязанности, и он помогал мне, чем мог. Да не верю я. А что он делал, скажите, пожалуйста. Не задавая вопросов, просто был рядом. Похоже, ты приняла удар на себя. Ну, теперь я понимаю, что так и есть, но когда времени на Рейскликсе не было, не досталось работы с закусочной. А теперь что? У тебя не бывает ощущения застоя? Давайте я спросим, какой-то застой реально. У тебя не бывает ощущения застоя? Ну, Мо пару раз предлагала написать мне на меня высокое мнение. А, мое имя. Но до сих пор мне было слишком рано, слишком рано, слишком окончательно. Но теперь, возможно, если она спросит еще раз, я об этом подумаю. Может, все это не входило в мои грандиозные юношеские планы, но я разделила самые ценные моменты своей жизни с самыми близкими людьми. Я просто могла попрощаться с дядей Сеном, была рядом с Мо. Они меня вырастили. Я рада, что смогла хоть как-то их об... отблагодарить. И я завела свою семью. Здесь, в родном Провидент Сокс. Когда-нибудь мои дети тоже будут блевать через эти перила, как мы. Ха-ха-ха-ха. А, блин, да-да. Да, было непросто, но я бы не променяла свою жизнь ни на что на свете. Как здорово, Кей. Мне жаль, что меня не было рядом. Не знаю, что ей сказать. Как здорово, Кей. Хорошо, что хоть одна из нас выросла развитой личностью. Где это мучат? Когда ты уехала, мне пришлось воспитать себя в одиночку. Голова спуск... Готов спускаться с небес на землю? Да, наверное, пора. Или... Нет, я еще побуду. Вид больно хорош. Нет, я еще тут побуду. Вид больно хорош. Хм. Вид с башней и слоновой кости. Не привыкайте к этому слишком сильно, юная леди. Хм. Кей, спасибо, что позвала. Я рада, что все-таки пришла. Только постарайся в следующий раз отвечать автоответчику поскорее. Ладно? Покороче, ладно? Ну что, лучше купи новую пленку для автокассетчика, Вайс. Шучу. Ты знаешь, как я тебя веду, когда нервничаю. Спасибо за компания. Хороший вечер. Спасибо. И что, все, что ли? Я два дня пропустил? Дом 7 Вайс? Вечер в воскресенье. Нихера себе, я два дня прошел. Ладно, один это просто так. Не игра даже была. Звони телефон. Аллоу. На связи... О, сделка-велка. Чем могу помочь? Стив, похоже, ты в хорошем настроении. Привет, Стив. Простите, мне ваши товары не интересны. Стив, похоже, ты в хорошем настроении. Мередит, пожалуйста, скажи, чтобы я не успокоился. Мы в шаге от сделки. Эдит 87 во всех магазинах Америки. Сделка века. Ничего себе, как здорово. Рассказывай. Ничего себе, как здорово. Рассказывай. В общем, я встретился с руководством крупной розничной сети. Они прочитали наши рекламные проспекты. Теперь хотят 250 тысяч копий Эдит 87. 250 тысяч. Умножай на 35 баксов. Это хера будет. Подождите, слушай. А я хочу действительно умножить 35 на 250 тысяч. Так, короче. Заходим в калькулятор. Подожди, я хочу реально посмотреть. 250 тысяч умножить на 35... 8 миллионов 750 тысяч долларов. Что? Это же миллионы долларов. Миллионы. И это только начало. Слушай, у меня тут контракт. Я тебе отправлю копии. Будет у тебя завтра. Пожалуйста. Перепроверь все там. Ладно. Я хочу, чтобы ты дала добро, прежде чем я что-то подпишу. Хорошо, Стив. Не беспокойся. Славно. Я позвоню тебе в вторник вечером. Я так злого, что хочется кричать. Кладет руку. ЗАМЕЧАТЕЛЬНО. Просто. Графиня и плотник, глава 3. А чё по телевизору ничего нету? Ходи, крикнула Сесилия и немедленно пожалела об этих словах. Тут же испуганно скликнула ВОНЬ! Когда увидела удивленное лицо ученика плотника вместо своей племянницы Анны. Очевидно, хозяева дома решили не тянуть с починкой прохудившегося крана. Спасибо, блин! Какой хороший у нас офигительный просто выбор. Понедельник, 8 сентября утро. Ладно, давайте на этом сохранимся. А, посылка Стива и снова записка от Тресс. Тесс. Привет, Эм. Вызываю контракт Стива. Будешь что почитать на зон грядущий. А теперь без утра. Должна признать, у нас тут и правда бешеный энтузиазм. А неужели Эдиди действительно вас вырубил в твызнак? До встречи. Тесс. Спасибо. Доброе утро, мисс Вайс. Доброе утро, сэр. Я вас не заметила. Уолтер Морган, сотрудник почтовой службы. Я оставлял вам сообщение на автоответчике на этой неделе. А, точно. Давайте пройдем в офис, мисс Вайс. Я хотел бы задать вам несколько вопросов. Да вы задолбали, дайте мне уже закончить серию, а? Ладно, хорошо. Вы знакомы с регламентом почтовой службы? Ээээ, сказать по... Ну, да, в общих чертах. Почти перепомнить первый абзац третьего раздела одиннадцатой главы? А, одиннадцатая глава, не оторваться. Простите, эту часть запоминала. Давайте первую чертюгу. А, одиннадцатая глава, не оторваться. Первого абзаца третьего раздела одиннадцатой главы, это говорится, цитирую. Имущество почтовой службы запрещает использовать в личных целях. Да, конечно. Это ужасно неправильно. Звучит разумно. Окей, звучит разумно. Мне известно, мисс Вайс, что вы совсем недавно начали здесь работать. Надеюсь, в будущем вы будете относиться со своим обязанностям не менее серьезно. Конечно, сэр. Конечно, нет. То есть, да, сэр. Конечно, нет. То есть, да, сэр. Почтовая служба очень серьезно относится к поведению своих сотрудников. Я прошу вас предельно честно ответить на следующие три вопроса. Достаточно ответить да или нет. Вы знакомы с Фрэнком Кулманом? Чего? А, ну вроде да, это Фрэнк же. Да, я знаком. Вы когда ему передавали или получали от него конверты, на которых не было штемпеля? Да нет. Вам известно, что Фрэнк Кулман делает ставки на бейсбольные матчи? Ну да, и чё, блин? А чё не так? Тебе чё не нравится, что ли? Это же не почтовая служба, а бейсбольный матч. На этом всё. Благодарю за совместие. Пожалуйста. А что теперь будет с Фрэнком? Простите, я не могу обсуждать с вами других сотрудников. Продуктивного рабочего дня, мисс Вайс? Отлично. Всё, до свидания всем. Давайте, пока-то, пока-то, пока-то. Всё, давайте сохраним игру. Сохранено. Всё. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Пишите комментарии. А с вами был Александр Андет. Всем удачи. И увидимся в следующем видео на простое интернета. Всем пока. А, всего 46 минут? Ну ладно. Всем пока.